Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оно, в ниде Иисус, в дом некоего князя Фарисейска, в день субботный, снести хлеб и глаголыше, козвавшему Его. Игда сотвориши обед или вечерю, не зови другов твоих, ни братьей твои я, ни сродник твоих, ни сосед богатых. И да, когда и те, и те атакожди воззовут, и будет ти воздаяние, но игда твориши пир, зови нищие, маломощи, хромые, слепые, и блажен будиши, яканимут ти, что воздати, воздажитеся в воскрешение праведных. Слышав же некий от возлежащих, с ним сия речи ему, блажен, и же снесть обед в Царстве Божие. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня понедельник, 25 ноября, и мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 14, с 12 по 15 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Случилось Иисусу в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских. И сказал позвавшему его, «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя когда не позвали и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир за винищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Вот такие евангельские строки. В сегодняшний день мы с вами слышим. Господь, как здесь нам об этом замечает апостол Лука, находится в доме одного из начальников фарисейских. Само по себе это упоминание является довольно важным для нас с вами, для вообще понимания того времени, той ситуации. С одной стороны, мы видим, отношение к Христу от фарисеев было зачастую негативным. Они его не понимали, от этого не принимали. Завидовали его славе среди людей. Завидовали тому, что то, что он говорит, он это делает. Что в словах его сила, чудеса совершаются. Ведь всё это было явно, это происходило на глазах у многих-многих тысяч людей. И вот это непонимание Христа вылилось в итоге в ненависть к нему. И было решено фарисемию даже отлучать от синагоги всякого, кто признает во Иисусе из Назарета того мессию, которого ждёт весь иудейский народ. Но вот одновременно происходят вот такие события, о которых мы сегодня с вами читаем. Один из начальников фарисейских, тут видим даже не обычный человек в таком понимании, а начальствующий, главенствующий, тот, на кого смотрят, по поступкам которого определяют какие-то свои действия. И вот этот человек приглашает Христа в субботу к себе домой, для того, чтобы угостить его обедом. Что за этим стоит? С одной стороны, мы видим, далеко не все фарисеи разделяли вот это общее заблуждение своих собратьев. Мы можем вспомнить ситуацию с Никодимом, которого Церковь ныне прославляет как праведного, наравне с праведным Иосифом Римофейским. Вот такие, как Никодим, искали ответные вопросы, слушали Христа, задавались, обдумывали, рассуждали, и все они в свое время стали христианами. Но также были люди, для которых видение славы Христова, славы среди людей, славы земной, был предмет как бы и зависти одновременно, и повелелось желание тоже к этой славе как-то соприкоснуться. Вот здесь вот такое мнение, что вот этот начальник фарисейский, Господь призывает к себе, дабы также поучаствовать в вот этой знаменитости. Да, что вот, мол, непростого человека позвал, вон сколько за ним людей ходят. Да, может быть, учение его какое-то для нас не совсем понятно, но тем не менее, какая слава есть у него. И вот я тоже желаю к этому быть причастным. И вот отсюда мы с вами можем понять, почему Господь обратился вот с этим словом. С одной стороны, мы видим, Господь не сопротивляется тому приглашению. Он дает человеку возможность увидеть себя, услышать себя. Он дает ему возможность сделать доброе дело. Это, кстати, очень важно для нас с вами понимать, что если человек желает сделать добро, не нужно препятствовать ему в этом. Так вот здесь Христос пошел в дом этого начальника фарисейского вкусить хлеба. И вот там уже, находясь за этой трапезой, видимо, трапезой достаточно богатой, он обращается и к нему, и ко всем тем, кто рядом с ним находится. И через это, в общем-то, Спаситель обращается к каждому из нас, потому что слова, которые он сказал этому фарисею, они касаются нас. И нам это важно понимать, и нам это нужно знать. Господь говорит здесь о том, что когда ты творишь какое-то доброе дело, да не ищи награды на земле за него. Всякое добро мы должны делать ради Бога. Всякая возможность сделать что-то доброе дается нам Богом для того, чтобы себя таким образом научить, да изменить вот в то правильное состояние, в котором должен находиться, если мы желаем быть с Богом всегда. Дело милосердия, дело любви, оно помогает, в первую очередь, самому человеку, а потом уже тому, кому эта любовь оказывается. А у нас у людей ведь какая проблема есть? Часто, делая добро, мы тут же желаем получить воздаяние за него. Мы тут же желаем получить правильную оценку и получить награду. И как-то часто бывает, не получая какой-то награды, мы впадаем в уныние, в раздражение, да, бывает даже в злобу какую-то. Правда, часто это бывает, люди даже приходя на исповедь, сетуют о том, что, мол, я тому-то столько добра там делал или делала, а ко мне вот так-то отнеслись, мне вот таким-то образом отплатили, да, чем-то негативным. Я человеку помогал всю жизнь и всем помогаю, а ко мне вот так относятся. Что за этим стоит? Как раз вот это и стоит. Человек делает добро ради самого себя, по своему тщеславию, по своему коростолюбию, да, по своему, может быть, даже сладострастью где-то, пытаясь усладиться каким-то вниманием, еще чем-то. И тем самым человек портит вот эти добрые дела, тем самым он прожигает то время, ту возможность, которую Бог ему дал для спасения. Вот здесь Господь вот и говорит об этом. Говорят, что когда делаешь обед или ужин, ну, равным образом можно сказать, как делаешь любое доброе дело. Да не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя когда не позвали и не получил ты воздаяние. То есть здесь, понятное дело, не в обеде или в ужине дело. И даже дело не в том, кого ты позвал все-таки. Ведь, конечно же, можно назвать и друзей, да и братьев, родственников, соседей богатых, соседей сказать нужно. Но самое главное, чтобы не было за этим вот этого поиска, воздаяния от них. Чтобы не было вот этого корыстного расчета, что да, я человеку послужу, и я надеюсь от него в итоге получить что-то. Как часто люди ищут друзей удобных для себя, друзей влиятельных, богатых. Как часто порой в поиске этого удобства, этого воздаяния человек переступает через собственную совесть, пренебрегает кем-то слабым, незнатным, незначительным и так далее. А вот Господь говорит, что да, не делай так, не ищи воздаяния здесь. Делай добро ради спасения, ради Бога, ради любви настоящей. Потому что любовь ведь, она не выбирает здесь, что этот достоин, а тот не достоин. Да, скажем, как мать, у которой много детей, она не разбирает этот лучше, этот хуже. Одинаково любит всех. Это все понимают и знают. Но когда делаешь пир завинящих, увечных, хромых, слепых, блажен будешь, что они не могут воздать тебе. Ведь смотрите, Господь даже подчеркивает это, говорит, блажен будешь. То есть счастье тебе будет, что ты здесь не получил. Значит, твое доброе дело, оно не испорчено, оно не прошло напрасно. То есть смотрите, что получается. Если здесь ты получил воздаяние от людей, которым ты добро сделал, можно сказать, что все, доброго дела уже и нет. Воздаяние, оно перекрыло его, закрыло его, погасило его. И что ж, потом Господь скажет, ты все получил в этой земной жизни. Ты получил какое-то добро. Да, ведь мог получить гораздо больше. А что больше? А вот это вот, воздаяние воскресения праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему. Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием. Ну, видимо, один из фарисеев, услышав слова воскресения из мертвых, тут же сопоставил это с тем ожиданием иудеев, что когда придет Мессия, да наступит вот это царство его на земле, тогда и воскреснут умершие, наступит такая золотая эпоха жизни иудейского народа. В общем-то, и Царство Божие, да Царство Мессии воспринимали, ну, как вот такой вот праздник, пир. В общем-то, и пища, о которой здесь упоминают фарисея, говорят, что блажен, кто вкусит этой пищей в Царстве Божьем, воспринималась буквально материально. Да, то есть, также здесь мы можем, читая вот эти строки, увидеть некое заблуждение от стороны фарисеев. Господь говорит о духовном пире, о духовном наслаждении, о Царстве Божьем, не Царстве Земном, а Царстве Духовном. Вот такой Евангелий сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Луки, главу 14, то есть 12 по 15 стих. Всем нам напоминаю необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!